Привет! С вами Людмила Семененко. Я продолжаю свою реалити, худею после 50 до своего идеального веса. Моя цель 57 кг, вес моего комфорта. На ютубе тут меня недавно спросили, зачем вам, собственно, такой девичий вес? У вас рост маленький? Нет, рост у меня средний вполне. 167 был в юности, сейчас около 1,66 метра. Ну, вот такой девичий вес, действительно, девичий мне хочется просто потому, что мне комфортно. Он у меня был в вечер выпускного, примерно столько я весила в 17-летнем возрасте. Вернее, мне тогда еще 17 почти исполнилось, еще чуть-чуть оставалось. Плюс, когда я привела свой вес в норму с помощью разумного питания, без диет, без голодовок, я тоже тогда довела свой вес до 57, несколько лет, примерно так он у меня и был, а потом чуть больше 60, много-много лет. Мне удается поддерживать вес в физиологической норме, даже ниже верхней отметки нормы своей, он у меня где-то около 70 кг, верхняя отметка нормы. А вот вес комфорта мой, лично мой, где-то 57 кг, может быть 58. Посмотрим, как пойдет. Сейчас у меня в период стабилизации около 60 кг, был недавно вес 59-300, но это был, скорее всего, такой случайный ответ. Ну, бывает, вот все лишнее из организма вышло, что называется, показал минимум, минимум, а потом все равно вернулся к физиологической норме для этого времени, для этого питания. То есть я всегда топлю за то, что ваш вес, он соответствует тому, как вы живете и как вы питаетесь в данный конкретный момент времени. Ничему-то припишенному свыше, там, то есть не какими-то генетическими особенностями. Генетические особенности, возможно, определяют какой-то коридор нашего веса, да, но вот конкретно, сколько вы сейчас весите, как вы выглядите, как вы себя чувствуете, это на 99% образ жизни и, конечно же, состав и размер питания. Так вот, про похудение, собственно, я вчера в вечернем посте задала вам вопрос, попросила ответить на вопрос, почему вот именно у вас не получается начать худеть, похудеть, вы бросаете попытки похудения, в чем именно конкретная причина, что именно у вас вызывает затруднения. К сожалению, ответов пока крайне мало, крайне скудны они, поэтому у меня повторная к вам просьба, пожалуйста, ответьте на этот вопрос, чтобы я все-таки могла более конкретно помочь именно вам в своих следующих постах и внутренних сообщениях, потому что славоблудием мы с вами можем заниматься долго и нудно, но надо же как-то идти к своим целям, да, решать именно свои проблемы, свои сложности. Поэтому очень прошу вас присоединиться к разговору, он, в принципе, уже начался. Я задала уточняющие вопросы девочкам, Татьяне, Маге, почитайте, там действительно очень важное уточнение, то есть лень, что такое лень, понятие растяжимое, что именно лень вам делать, если у вас эта причина, да, то есть вы так считаете. Не получается вовремя остановиться, когда мы едим, опять-таки два варианта, то ли хочется вкусненького, поэтому не можете остановиться, то ли вам противно само состояние легкого голода, вам обязательно нужно ощущать сытой, чтобы чувствовать себя комфортно. Тоже как бы два разных варианта, почему, собственно, не получается создать дефицит калорий, правильно? То есть не все так просто. Не могу похудеть, это вообще ни о чем. Что именно не могу? Давайте поконкретней. Чтобы, помните, еще в детстве нас учили, правильная постановка задачи, это наполовину решенная задача, да, то есть чтобы решить задачу, ее сначала правильно нужно сформулировать. А вот давайте с вами сейчас для начала сформулируем задачу, сформулируем проблему, что, собственно, не получается. Я скоро относительно себя буду принимать решение, получается или не получается, то есть ли у меня сейчас обычный нормальный период стабилизации, или уже что-то нужно опять менять в питании, чтобы двигаться дальше. Давайте озвучим свои проблемы, а потом будем их решать. Отличного дня, все у нас получится. До завтра. Продолжение следует...